Добрый день! Вас приветствует научный центр БЭМКО, Елена Конникова. Хайбурна Фейк. В физике, психологии, физиологии, медицины, истории, космологии, науке о климате сделано неожиданное открытие. Выявлены статистические зависимости, факты, которые в рамках отдельных науки могут быть инкрутированы как казусы, а при взгляде в целом, как научный прорыв, меняющий научный парадигму. Мы перечислим их наглядно в форме графиков. Каждый из этих графиков может вызвать рассуждение, которое поменяет представление научных концепций в закономерности в определенной области знания. Мы видим взаимосвязь между частотой вызовов скорой помощи в городе Москва и скоростью вращения Земли вокруг своей оси. Коэффициент корреляции 0,46. Чем выше скорость вращения Земли, тем больше вызовов скорой помощи. Для волновых процессов почти абсолютное совпадение. Сами авторы, представленные в графиках, не решились интерпретировать данную взаимосвязь. Если мы посмотрим на частоту различных заболеваний в масштабе десятилетий, мы также увидим, что существует взаимосвязь со скоростью вращения Земли. Мы привыкли связывать заболевания людей с финансированием в область медицины, солнечной активностью и прочими факторами. А вот факт того, что количество заболеваний взаимосвязано со скоростью вращения Земли, никто еще не решил синтерпретировать. Если мы рассмотрим такой фактор, как случайная смерть, то мы и здесь увидим взаимосвязь. Для России это связь наиболее рельефная. Причем различные виды случайных смертей в России связаны со скоростью вращения Земли. Также мы видим, что со скоростью вращения Земли связаны такие показатели, как смертность и рождаемость. Чем выше скорость вращения Земли, тем выше смертность. Данная взаимосвязь наблюдается не только в России, но и в других странах. Все эти изменения мы наблюдаем на протяжении десятилетий. Установленные рекорды спортивных достижений наиболее связаны не с солнечной активностью, а также со скоростью вращения Земли вокруг своей оси. Итак, при падении скорости вращения Земли падает не только количество вызовов скорой помощи в масштабе дней, уменьшается количество разнообразных болезней в течение 9 лет, а растут спортивные достижения. Все это дает основание для выводов, что при спаде скорости вращения Земли, а это признак роста плотности, плотности космического эфира, в людях происходят качественные изменения на физиологическом и психофизиологическом уровне. И все эти изменения затрагивают не только здоровье людей, но и психические процессы, работу нашего головного мозга. Это доказано десятилетними исследованиями на электроэнцефалограмме тысяч людей в научном центре Бирюч и в научном центре Бенка. Признание этих факторов равнозначно признанию влияния на нашу жизнь космического эфира, его плотности и направления закрутки его вихрей. Выявлена зависимость между скоростью полета Земли по орбите и частотой электроэнцефалограммы обследуемых. Изменение частоты электроэнцефалограммы и коэффициентов асимметрии у обследуемых в зависимости от скорости полета Земли по орбите и от скорости ее вращения вокруг своей оси. Все это представлено в материалах второй Всероссийской научной конференции с международным участием. Наш мозг, интеллект, наша психика зависит от скорости вращения Земли. А это связано с результатами различных видов деятельности людей. Везде, где активен мозг, наша психика и есть зависимость от космической энергии, связанных со скоростью вращения Земли. Выявлена зависимость между скоростью вращения Земли и частотой террористических актов. Это можно увидеть наглядно на графике, предоставленном. А также эта тема раскрыта в научной работе «Психокосмические энергии и терроризм» в книге Конюхова. Выявлена зависимость скорости вращения Земли с числом родившихся талантливых людей. Также обнаружена зависимость от скорости вращения Земли. Про это описано в работе Виноградова «Гени рождаются от холода». Выявлена зависимость скорости вращения Земли вокруг своей оси и показателями интеллектуального тестирования. Изменение IQ обследуемо. Приведем пример. Изменение IQ у навершивших производников и длительность земных суток с 1967 года по 2002 годы. Это со сдвигом на 7 лет. В 10-летних циклах лучшие соответствия получают при сдвиге графиков на 7 лет. Именно это время активного формирования интеллекта под влиянием космических энергий, которые связаны с вращением Земли. Выявлена зависимость изменения основных экономических показателей с изменением скорости вращения Земли. Наиболее подробно данной темы раскрыты в работах Хонюкова «Психокосмические энергии и экономический рост» и «Психокосмические энергии. Протесты, революции, рывки в развитии». Основные экономические показатели развития Соединенных Штатов Америки зависят от скорости вращения Земли. Темы роста ВВП отдельных стран также взаимосвязаны с этим показателем. Мы видим, что в России зависимость больше, чем в США. Цена рубка золота также связана со скоростью вращения Земли. Данная взаимосвязь видна на протяжении десятилетий и столетий. Выявлена взаимосвязь циклов изменения скорости вращения Земли вокруг своей оси и экономических циклов в отдельных странах. Темпы изменения скорости вращения Земли и темп роста ВВП в отдельных странах. Выявлена устойчивая зависимость движения фондовых рынков от скорости вращения Земли. Данные изменения описываются в рамках пихревых моделей. Обнаружены сложные системные зависимости между скоростью вращения Земли вокруг оси, вокруг Солнца, с изменением фондовых рынков и частот ЭЭГ человека. Выявлена взаимосвязь космических энергий, связанных с вращением Земли вокруг своей оси, с историческими процессами. Империи, страны развиваются в циклах изменения психокосмических энергий. Вот об этом подробно описано в книге «Дыхание и истории». Выявлено еще одно совпадение. Изменение скорости вращения Земли с изменением температуры воздуха на Земле. Николай Сергеевич Сидоренков описывает этот факт в своей работе. Влияние годового и месячного вращения Земли на цикличность атмосферных процессов, изменение погоды и климата. Данные Гидрометцентра России. Все вместе это говорит о том, что существуют мощные космические энергии, которые связаны с вращением Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца. И эти энергии, их можно назвать психокосмическими, непосредственно влияют на активность людей и на все социально-экономические процессы. Это особый фактор экономического развития. Он существенно предопределяет экономический рост, его циклы, темпы. Это происходит через изменение людей, под влиянием космических энергий. В настоящее время они растут. Путь к пониманию этой проблемы – это путь к пониманию дальнейшего развития России. Тут представлена к вашему вниманию часть наших работ. Спасибо за внимание. Продолжение следует...